Всем привет, уважаемые коллеги! Меня зовут Испания Виталия Александровна, и мы предлагаем вам наш доклад в действительное галлоизлучение телевых металлов, на руководящиеся яйца моим акрокопом, а также параметры жизненного цикла, выводящихся из этих единиц и рачков. Тоже переоценить экологическую и экономическую значимость плотов, они являются фильтратными, очищают водорю, удерживают слегтение. Также благодаря маленькому размеру и большому количеству питательных веществ, они являются незаменимым стартовым формом для общества и видов рыб. Благодаря их высокой чувствительности к токсичным веществам и легкой культивируемости, их используют во многих экологических биотестах. В свою очередь, человеческая деятельность, такая как оказана и военная промышленность, и хозяйственная деятельность, приводит к поступлению в окружающую среду неприродных радионуклидов и тяжелых металлов, которые скапливаются в токсичных подложениях. Как известно, золотомлеры ракообразные имеют два цикла размножения. Это партнерогенетический цикл, когда они занимают всю свободную для них нишу, и половые, когда они образуют покорющиеся яйца, которые, части из которых склывают поверхности и разносятся на лапах животных, птиц, на другие подъемы, отчасти оседают на дне. И там на дне она формирует банк покоящихся яиц, которые, в свою очередь, могут здесь контактировать с тяжелыми металлами и раненными длинами. А поскольку покоящиеся яйца хранятся достаточно долго и сохраняют свою активность, то очень интересно исследовать, как длительное воздействие, например, тяжелых металлов может действовать на покоящиеся яйца. Мы проверили анализ этой работы в области данного исследования и обнаружили, что очень много существует работ, посвященных исследованию действия токсикантов на активной стадии изоопланктона, в основном биотестирование каких-либо след, либо оценка именно токсичности каких-либо веществ. Мы обнаружили множество работ на покоящейся стадии растений, а вот на покоящейся стадии изоопланктона мы обнаружили очень мало работ, и поэтому мы решили как-то расширить в данной области задания. Мы выяснили, что слабо изучены дозовые клеммы, и выяснен эффект условий при проведении эксперимента, таких как свет, время, экстракт, и также последствия для активной стадии. Таким образом, целью нашего исследования было оценить действия тяжелых металлов и гамма-излучения на покоящиеся яйца моиного крокопа и вылупившихся рачков. Для достижения этой цели мы поставили задачу также оценить влияние гамма-облучения на покоящиеся яйца моиного крокопа в широком диапазоне досок, выявить последствия для ручков, вылупившихся из облученных яиц, исследовать влияние солей тяжелых металлов в диапазоне концентрации от комалитальной для активной стадии до насыщенных растворов на покоящиеся яйца моиного крокопа, также оценить эффект времени при контакте солей тяжелых металлов с покоящимися яйцами моиного крокопа в условиях, приближенных к естественным для банка яиц. Мы провели эксперименты с тяжелыми металлами в двух режимах. Это водные растворы, в которых выходили спокоящиеся яйца в течение одного месяца, а также покоящиеся яйца помещали в искусственное домоотложение с добавкой солей тяжелых металлов в течение шести-восьми месяцев, когда мы пронили и потом реактивировали. Гамма-излучение проводили тремя источниками различной мощности. Все эксперименты проводили в регулированных условиях. Это температура 25 градусов по Цельсию, 16 часов с метр вносит часов в темнота. Кормили одноклеточный образ флорелл Бургарис. От момента сбора яйца до проведения экспериментов было от шести до десяти месяцев. И яйца, которые использовали в экспериментах, получали от лабораторной культуры марин-макрокопа. Покоящиеся периоды проходили в темноте при температуре 4 градуса. Результаты. Для начала обсудим оценку влияния данного облучения на покоящиеся яйца марин-макрокопа на индивидуальном эвакуационном уровне. Выгляд про ЧКОВ. Нами выяснилось, что облучение дозами до 100 грей не влияло на успешность реактивации покоящихся яиц марин-макрокопа. И только при дозе 200 грей была обнаружена полная смертность покоящихся яиц. Они не повернули. Так, характеристики индивидуальны. Продолжительность жизни и соматическая скорость роста рачков, которые все-таки смогли вылупиться в глаз, поставили вас с контролем. Но обнаружено, что сомки, которых облучили дозами 80 и 100 грей, отложили меньшее количество кладок, тем самым снизили чистую скорость воспроизводства. Мы определили кумуляторную полуэффективную дозу для чистой скорости воспроизводства, она составила 50 грей. Популяции раздевались практически схожи с контролем, за исключением популяции, которая вылупилась из яиц, облученных дозой 100 грей. Самый сковородный, как вылупились. И она значительно отличается. И количество произведенных гениц в популяциях при различных дозах облучения снижалось при увеличении дозы облучения. Таким образом, мы, подумав о рачках и людях, решили посмотреть, насколько они более устойчивы, чем в летопитающие. Мы обнаружили из литературных данных информацию о том, какие дозы являются островетальными для некоторых видов животных, собранный, например, доз, колеса и человек. И выяснили, что дозы получены нашими походящими сияльцами, которые хоть как-то повлияли на них десятки раз превышают таковые для млекопитающих. Но в то же время по литературным данным было обнаружено, что полулетальная доза глинахния магна, извините, не полулетальная, а полностью летальная доза глинахния магна составляет 100 грей, что в принципе сопоставимо с нашими литературными по яйцам. Далее обсудим действия тяжелых металлов, протокующиеся яйца военного прокопа в течение одного месяца в угодных растворах. Предварительно мы провели острые эксперименты, где выяснили острые полулетальные дозы за 48 часов для активной стадии врачков моего и макрокопа. И это было минимальной дозой для единиц. Максимальную дозу мы сделали насыщенный раствор, ну, докуда больше не растворялись. Вот. И как и должен был у нас же объявление, когда все покроющиеся яйца после выдержки в этих крепких, насыщенных растворах солей вылупились вполне успешно. И даже не дробные. Самое удивительное происходило дальше. Индивидуальные параметры жизненного цикла вылупившихся рачков также были сопоставили с контролем. Никто не по странам. И чистое воспроизводство тоже не облегчалось от контроля. Мы подумали, что одного месяца в водных растворах яйцам, покоящимся достаточно мало, они выдержали и решили, акцентируясь на том, что в средней полосе России длительность покоя происходит примерно 6-8 месяцев при проперзаемых водоемах, решили попробовать, смоделировать для них естественные условия. Создали искусственное тонное отложение, добавили у нас соли тяжелых металлов и прогустили яйца на кондорах. Самым токсичным, как выяснилось из литературы и наших острых токсичных тестов, является для военного прокопа медь. И также в ротных отложениях у вас с меркостью яиц набрадалось только в медиа и при дозе 34 грамм. Остальные металлы все благополучно вылупились. Самое что удивительное, девочки, которые все-таки смогли вылупиться, они жили точно так же, как контроль. Индивидуальные параметры жизненного цикла не отличались от контрольных груз. Не обнаружено эффекта. Чистая скорость воспроизводства также тех врачков, которые смогли вылупиться, была сопоставима с контролем. Все это дает нам право подумать, что тяжелые металлы, они, если действуют на отакующиеся яйца по изумакрокопа, то только в качестве смертного фактора, именно яйца. Если яйцо как-то переживает на воздействии и рычок вылупился, то он уже будет жить. Ну, конечно же, в случае, если вокруг нет металлов. Также мы оценили, сопоставили наши данные с данными ПДК для охозяйственных водоемов, питьевой воды, ну и, собственно, полулетальную дозу для наема прокопа. И обнаружили, что безопасные дозы для покоящихся яиц концентрации в гиаленовый раз превышали таковые ПДК и полулетальную дозу. Таким образом, мы сделали некоторые выводы. А, подождите, я еще вот так и говорил. Ну вот, и мы подумали, что вот если яйца, допустим, полежат, упокоятся и в этот момент произойдет какое-то загрязнение, как раз и люди проведут вовремя рекреационные работы и очистят водоемы от этих металлов, да, каким-то образом разработанных металлик, то, в принципе, банк, покоящийся яиц, сохранит популяцию зооплантеров. Мы сделали выводы, что количество исследований, посвященных действиям токсикантов на упаковочихся яйца зооплантеров невелико, слабо изучено особенности влияния токсикантов в зависимости от факторов внешней среды. Также вызывают прямые и последствия воздействия токсикантов во время упакоя для активной стадии. Инкубирование упаковочихся яиц моего кроков в водных растворах, солей и тяжелых металлов в течение 30 суток не влияла на выживаемость яиц. При воздействии тяжелых металлов в домах отложениях в течение 6 месяцев смертность яиц соблюдалась только при высоких концентрациях самого токсичного металла в виде от 34 грамма килограмм на утро. В обоих режимах инкубирования металла не оказывали воздействия на поражение жизненного цикла вылупившихся ручков. Габа излучения в отличие от металла приводило к 100% смертности яиц при облучении дозы 200 грейд. Облучение упаковочихся яиц приводило к снижению плодобитости вылупившихся ручков. И полуэффективная доза для чистой скорости воспроизводства составила 50 грн. Действие тяжелых металлов на покоящей сиянии Макрохопа проявлялось только в снижении способностей реактивации тогда как габа влучении влияло один параметр жизненного цикла вылупившихся животных. Концентрация металлов использованы в армии в покоящей состоянии в миллионы раз превышали КДК и полуэффективную дозу. Также полуэффективная эффективная доза габа влучения для покоящихся в десятки раз превышали острые полуэффективные острые метальные дозы для них питающих но были сопоставимы с летальной дозой для дамы. Наша форта выполнена при поддержке грантов РПИ и как разъед краевого салютного форта. Спасибо большое.